Увеличение финансирования, господдержка, участие в конкурсах. Накопившиеся вопросы ульяновские аграрии смогли задать главному народному фермеру Олегу Сироте. Руководитель одноименного проекта Общероссийского народного фронта и члена общественной палаты России все выходные работал в Ульяновской области. По словам Олега, ульяновский регион в какой-то степени пример для федералов, ведь в области сложились хорошие взаимоотношения власти и фермерского сообщества. Вопросы решаются с министерством хозяйства, с администрацией, с самим губернатором лично, в том числе, что меня удивило. Меня удивило, что у многих фермеров есть номер телефона губернатора. Я такого не видел ни в одном регионе, что они могут просто ему позвонить и какой-то вопрос решить своего хозяйства, с какой-то проблемой, когда столкнулись. Это для меня было удивление, откровение. Но проблемы все же есть. Это и федеральная беда, которую пытаются решить общественники, сокращение финансирования фермеров и в целом программ грантовой поддержки. К примеру, преуспевающее село Троицкий Сунгур, где местные фермеры успешно развивают животноводство. Однако не все так гладко. Населенный пункт не может войти в программу «Комплексное развитие сельских территорий», так как там живет чуть больше тысячи человек. По программе необходимо проживание более 20 тысяч жителей. Нам этот критерий нужно снизить, потому что программа развития села для сел сделана, для городов. И это нам придется менять и изменять для всей страны норматив. Еще одна проблема – так называемая колхозная амнистия. Фермеры, выкупившие земли, где когда-то находились советские колхозы и совхозы, не могут оформить ее в собственность. Фермер все-таки не должен заниматься огромной бюрократической работой, огромной юридической какой-то работой. То есть он должен заниматься своей деятельностью, которой он занимается. А при этом законодательно, чтобы было упрещено именно оформление этих помещений. С подобной проблемой столкнулся Александр Володин из Новоспасского района. Коровники бывшего колхоза он выкупил еще в 1993 году. Но оформить землю в собственность не могут до сих пор, так как в советское время здание не ставили на кадастровый учет. Я так понимаю, что вот это коровы нелегалы, они у нас здесь на нелегальном положении, и в принципе нелегальная миграция. А вот их домик замечательный, который вы с ним ничего не можете сделать. Я правильно понимаю? Нелегальный бизнес. Подобная проблема остро поставлена и в других регионах страны. Для ее решения необходимо менять федеральное законодательство. Есть и проблема, которую сирота смог решить. Дело касается гранта «Агростартап». Люди, которые получали социальные контракты, не могли участвовать в конкурсе «Агростартапа». Пример тому хозяйство многодетной семьи Прокудиных. Глава семейства Андрей занимается птицевоздством, разводит гусей и куриц. Это проблема фермеров, которые получали помощь по социальным контрактам. Они купили себе оборудованный инкубатор или купили себе коровы, начали работать, потом пошли за грантом. И им комиссия была вынуждена отказывать. Мы эту проблему подняли на федеральный уровень, ее решили. И все, посетили хозяйство, которое наконец смогут претендовать на получение грантовой поддержки. Но после решения одной проблемы появилась другая. Для строительства Птиченко Прокудиным нужно делать госэкспертизу стоимостью дороже самой постройки. Также по федеральному законодательству необходимо получить множество справок и документов. По словам Олега Сироты, проблему взяли на контроль. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Уллправда ТВ.